Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Виктор Михеев, директор агрофирмы «Пригородная», это Орловский район. Добрый день. Добрый. Фёдор Сураев, заместитель генерального директора Кировского молочного комбината. Здравствуйте. Здравствуйте. Руслан Гузаиров, коммерческий директор сети магазинов «Фиатские рассветы». Добрый день. Здравствуйте. И Любовь Гусева, директор компании «Литон». Здравствуйте. Добрый день. Ну, я прямо вот так представляю, мы по отраслям наших гостей, получается, разделили, да, кто чем занимается. Ну, от коровы до прилавка. От коровы до прилавка. Как получается всё. Мы начнём, наверное, да. Олег? Я могу общую вступительную информацию, потому что поднял как раз... Олег, я просто вижу огромное количество документов. Я люблю с цифрами поработать. Он основательно подготовился к эфиру. Конечно, впечатляет, какими темпами развивается у нас молочное сельхозпроизводство. Вот. И Кировская область на сегодняшний день занимает шестое место по объёму производства молока. Ну, это по итогам 2018 года, произведя в 2018 году 628 600 тонн. Это больше на 4,3%, чем в 2017 году. При этом потребляем мы намного меньше. Хотя по России первое место занимаем по уровню потребления молока на душу населения. Каждый выпивает примерно, ну, выпивает или съедает в виде различных йогуртов, творожков, сметаны, кефира. Это примерно 276 килограммов в год. Вот. Но при этом средний уровень потребления молока на душу населения в России 153 килограмма. То есть практически в два раза мы потребляем молочных продуктов в пищу больше. Это, наверное, хорошо и точно хорошо, да, для нашего здоровья. В то же время у нас есть профицит молока, то есть молоко, которое мы не можем переработать и уж тем более потребить на территории области. Я думаю, что это как раз и есть та тема, которая нас здесь собрала. Что нам делать с молоком, каким образом нам распорядиться тем богатством, которым наделили нас наши уважаемые аграрии и природа Вятского края. Но, может быть, проблема не существует и не стоит настолько остро. Мы сейчас спросим у наших гостей, но, наверное, всё-таки мы сначала к Виктору Михееву обратимся, действительно ли это так, действительно ли есть избыток продукции, которую вы производите, да, вот первоначальной продукции, которую дают коровы. Ну, я думаю, для нас избыток, как бы мы его на себе не ощущаем, это точно. В связи с тем, что мы входим в группу компаний Кириллского молочного комбината, и как бы таковым избытом мы об этом не думаем. Вы с проблемой сбыта не сталкиваетесь. Мы думаем о том, как нам произвести больше и дешевле. На самом деле, мы здесь, конечно, общались на эту тему, и Алексей Алексеевич Котличков, министр сельского хозяйства, приглашали не раз, и он нам рассказывал, от чего зависит, то есть в чём секрет успеха, и почему при сокращении поголовья, значительном, там, по сравнению с 90-ми и особенно 80-ми годами, поголовья крупного рогатого скота, мы не уронили объёмы производства молока. Оказалось, что там рост в несколько раз состоял выработки, да, если так сказать, молока на одну голову крупного рогатого скота. А в чём, на ваш взгляд, секрет того, что Кировская область всё-таки в лидерах? Это какая-то особая традиция, это особая кормовая база, или это, я не знаю... Это коровы очень ответственные. Да, ответственные коровы. Ну, я думаю, что подходы к ведению сельского хозяйства, они, в принципе, поменялись. То, что было, вот, я немножко застал и советские годы работать, и то, что сейчас, то есть, немножко подходы чуть-чуть, ну, кардинально, можно быть, даже поменялись. А, Надой, насколько у вас выросли в хозяйстве, ну, вот, за последнюю десятилетку? Ну, хотя бы, там, порядок цифр. В три с половиной раза. В три с половиной раза. За десять лет. Это значительный очень показатель. Это селекционная работа, это кормовая база. Ну, комплексно, то есть, там, кормовая база, селекционная работа, работа с персоналом, да, то есть, ну, всё, весь комплекс мер, то есть, как бы, вот, то, что, вот, всё это позволяет, да, содержание животных, да, то есть, всё. При этом качество молока не упало? Нет. Не упало или улучшилось? Она улучшилась. Улучшилась. Если раньше доили молоко, да, открытые танки, охладители, сейчас, в принципе, соприкосновения во время производства молока, то есть, с ним нет, то есть, оно, доильный аппарат на, вымя коровы, одели на соски, то есть, и молоко-то его, конечно, никто не видит. Ещё стерильно, как в операционной, получается. И, чтобы перейти, там, к следующему звену цепочки, чем удобно работать в рамках такого крупного холдинга, да, и поставлять уже, там, на понятное производство своё сырьё молоко? Ну, в холдинге мы работаем с 2004 года, то есть, и вот я уже сказал, то есть, мы увеличили надой на фуражную корову примерно в три с половиной раза, да, то есть, как бы мы бесконечно развиваемся, то есть, у нас есть поддержка от головного предприятия, от специалистов головного предприятия, то есть, как бы, ну, мы идём в ногу со временем, я бы так сказал. А в целом ситуацию по отрасли вы себе представляете? Ну, не у всех же, наверное, да, настолько благополучное положение. Коллеги ваши что говорят? Всё равно вы на каких-то совещаниях там пересекаетесь ещё где-то. Ну, есть жалобы на то, что много невостребованного молока, и у нас тут как-то, по-моему, в прошлом году страшилки рассказывали, что чуть не выливать его приходится. Ну, это было год назад, в 2018 году вроде. В конце года, да, утверждает коллеги. Да, то есть, ну, это только на уровне разговоров, у нас это, в принципе, не коснулось никаким богом. Понятно. Даже цены. К Фёдору Сураеву мы переходим, наверное, да. Для вас вот такой вот шаг сотрудничества, скажем так, непосредственно с добытчиками такого ценного ресурса, как молоко, почему выгоден? Ну, это было стратегическое решение, потому что были проблемы с поставками молока одно время, вот, и было принято такое решение о том, что нужна своя сырьевая база. И мы начали сотрудничество с агрофирмами, и там, вошли в состав их учредителей. Вот, и на сегодняшний момент у нас 10 собственных агрофирм, более там 13-12 тысяч голов крупного аргатовского скота, двойного стада, имеется в виду. Вот, и поэтому мы развиваемся в этом направлении, все агрофирмы у нас самодостаточные, все приносят прибыль. Давайте слушателям напомним, то есть вы работаете только вот с партнерами вашими постоянными, или вы периодически всё-таки ищете кого-то ещё, где-то ещё получаете продукцию? Нет, у нас есть поставщики, ещё не наши агрофирмы сырого молока, но их осталось уже не так много, уже более 80% сырья мы получаем от собственных агрофирм. Это естественный процесс выбытия поставщиков, или просто растут объёмы ваших предприятий, которые входят в холдинг? Ну, увеличиваются и наши агрофирмы, растут в размерах, то есть мы строим новые фермы, вот, и надое увеличиваются, соответственно, и нам, да, в какой-то момент пришлось отказаться от некоторых поставщиков, некоторые сделали сами такой выбор в пользу других переработчиков, потому что там ситуации на рынке разные были, или, там, кто-то и ценами в какой-то момент передевал, вот, поэтому... Я небольшой экскурс, если позволите, сделаю. У нас в Кировской области есть несколько крупных таких агрохолдингов, которых, безусловно, лидирующее место занимает именно по производству молока, молочной продукции. Лидирующее место занимает Кировский молочный комбинат, и они входят с дороничами в топ-50 компаний-производителей молока в Российской Федерации. 10 ферм Кировского молочного комбината произвели в 2018 году, поправьте, если это не совсем корректная цифра, 96 325 тонн молока. Если смотреть на общий объем, то это практически там седьмая часть, даже, наверное, шестая часть всего молока, которая производится в области. Да, хотел бы поправить, мы входим в десятку производителей сырого молока в России. На втором месте по этому показателю АПХ Дороничи с 95 тоннами, то есть практически ноздря в ноздрю. И далее идут, а, стоп, Галактика Вятка, это производитель Санкт-Петербургский, который, если я ничего не путаю, в Фаленках построил свою переработку. И именно занимается переработкой, что хорошо на территории, все-таки региона, поставляя уже готовую продукцию на питерский рынок. Далее городской молочный завод, Вожгольский маслодельно-сыродельный завод, Кировская молочная компания, Лактис, ну и более мелкие производители, уже Богородский молочный завод, Лентарь, Слободской молочный комбинат, Сумский маслодельный завод и прочее. То есть Кировский молочный комбинат занимает порядка 43% рынка по молоку. Все верно, да? Примерно, да. Подтверждает Федор Сураев. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на полминуты и вернемся в студию. Программа «Разворот» на бизнес в эфире. Олег Прохоренко, Анна Лапшина по-прежнему в студии. Наши гости Виктор Михеев, директор акрофермы «Пригородная», Федор Сураев, заместитель генерального директора Кировского молочного комбината, Руслан Гузаиров, коммерческий директор сети магазинов «Вятские рассветы» и Любовь Гусева, директор компании «Литон». Мы сегодня говорим о том, какой путь проделывает молоко от коровы до прилавка. И рассматриваем эту тему, начиная от самого-самого-самого-самого низа, то есть вот с момента, когда, собственно, еще только появилось животное на ферме, что с ним происходит, куда он, это животное на выпас идет, да? Чем его покормить, чтобы качественное давало молоко. Заканчивая тем, каким образом, ну вот все, что делают на ферме, все, что делают производители, это же имеет свою цель, да? То есть молоко должно найти потребителя, качественный товар должен найти потребителя, который будет доволен. А для того, чтобы потребитель выбрал тот или иной товар, тоже разные хитрости, да, используются. Начиная от упаковки и заканчивая, там, я не знаю, расстановкой продукции на полках и ценой. Совершенно верно. Поэтому мы сейчас переходим к Любови Гусевой, директору компании «Литон». Любовь Михайловна, скажите, пожалуйста, вот какое значение вообще имеет одежда молока, там, вот упаковка, да, или молочного продукта, любого, для того, чтобы привлечь внимание потребителя? И насколько для потребителя это важно вообще, как оформлен продукт, если он знает, что этот продукт качественный? Ну, я прежде всего хочу вернуться к вопросу о перепроизводстве молока в Кировской области, что его действительно производится больше, чем перерабатывается, и думаю, что для области это приоритетная задача, как переработать его на своей территории. Что касается потребления молока, да, действительно, мы первые в России по потреблению молока, но если смотреть медицинскую норму, то мы еще не дотягиваем, нам нужно допить, доесть, думаю, килограммов 80. Поэтому то, что мы здесь собрались и говорим про молоко, очень важно, потому что желательно, чтобы оно и здесь потребилось, здесь переработалось, и здесь мы его потребили. Нет, ну, с точки зрения экономики области, желательно, чтобы мы еще часть продали и получили... Немножко денег. Это, безусловно, одно без другого как бы не ходит, но, тем не менее, как бы это рабочие места, это экономика области, это как раз потребительский спрос, который даст нам всплеск покупательской способности у населения, правильно? И тут, если перейти к упаковке, то сейчас есть компании, которые очень сильно забавляются упаковкой, есть компании, которые все-таки больше вкладывают в свой продукт, и это, наверное, в этой экономической ситуации, я думаю, что даже важнее, потому что есть примеры, когда очень-очень разнообразная упаковка, если я уже как-то здесь в эфире говорила, когда я зашла в маленький мини-маркет на Тверской в Москве, то упаковок там было видов, ну, наверное, штук 100. На такое, на квадратных метрах там было, может, 25 у этого мини-маркета. И если зайдешь в Европе, в большой гипермаркет, то все-таки там более внятная политика по упаковке. И я думаю, что все-таки их приоритеты – это все-таки продукты, которые потребляют. В подтверждение этих слов могу сказать, что сейчас в Москве развилась такая хорошая сетка «Вкус Вилл». Наверное, коллеги ее знают, где упаковка вообще беспечается. Там только этикеточка по составу. И все. Это как называемый тренд, чистую упаковку, да. Поэтому очень рада, что мы здесь собираемся и говорим про молоко, потому что очень важно, чтобы потребление молока все-таки росло. Это и по медицинским нормам правильно, это и для экономики очень хорошо. Вот насчет медицинских норм, кстати говоря, если мы о перепроизводстве продукта вспомним, есть еще вот эта история последних лет, наверное, да, которая довольно активно продвигается, в том числе и в СМИ. Это история о том, что взрослым людям молоко пить не полезно многим, да, что уже вышли одни из того возраста, когда надо пить молоко в большом количестве или там есть молочные продукты. И слышны такие редкие возгласы по поводу того, что, да, во-первых, кисломолочные продукции, да, во-вторых, кальций. Это же молоко же, это кальций, так что как взрослый человек без кальций? Ну и потом вся вот эта история с тем, что кому-то молоко, ну, можно даже сказать, противопоказано, это тоже довольно часто так активно развивается. Сейчас тренд на функциональные продукты никто не запрещает из молока. Как бы молоко, это ведь не только в чистом виде, да, это если правильное печенье скушать, там тоже молоко, или там правильные другие продукты. Молоко много куда идет, и он только улучшает вкус продукта, не ухудшает, поэтому... Ещё мороженое есть. Да. Мороженое, которое сейчас очень много растительных живет. Серьёзно, да? То есть сейчас это не молоко. Да, у нас... Не, ну не случайно делят. Сейчас уже как бы официально нужно прописывать без заменителей, с заменителями, что сыр, что... Слава Богу, добились. Я так понимаю, что и до молочной продукции тоже, да, дело дошло. Я сейчас Руслан Ринатовичу спрашиваю. Насколько я помню, месяца два или три назад была вот эта история с тем, что надо сейчас в магазинах разделять молочную продукцию по разным полкам, расставлять её. Та, которая натуральная, и та, которая не совсем натуральная. Не совсем так. Не совсем так. Нужно разделить продукты без заменителя молочного жира. И выделять их на полки. Отдельно от продуктов с заменителем молочного жира. Это не значит, что продукт с заменителем молочного жира ненатуральный. А, вот. А что же там за заменитель-то за такой? Ну, например, растительные жиры. Но они же не животного происхождения, то есть это всё-таки не совсем молоко получается. Это действительно так. То есть продукты с заменителем молочного жира, цель данного мероприятия – не вводить потребителя в заблуждение, что если он берёт продукт с заменителем молочного жира, чтобы он себе точно и внятно представлял, что здесь не только молочный продукт. Эта продукция, она для удешевления делается в таком виде или как раз для людей, которые, не знаю… А лактозу не покупают. Да, да, да. Обычно всё-таки заменитель молочного жира используется для удешевления. Для удешевления. Те, которые продукты выпускаются для лиц, не переносящих молочный белок, несколько иным образом выделяют эту продукцию. Они помечены специально, да? В том числе и ценой. Если мы говорим о соотношении, ну, вот хорошо, молоко, которое молоко-молоко, вот, и молоко, которое с заменителем молочного жира. Соотношение примерно вот в наших магазинах на полках какое? 50 на 50. Там больше того молока, который без заменителя молочного жира или больше всё-таки с заменителями? Ну, отвечая за местные сети, я могу сказать, что практически 95% молочной продукции у нас на полках – это продукты без заменителя молочного жира. Где есть заменители молочного жира? Это сырные продукты. Это есть и у нас. И мы это честно заявляем, что вот сыр, вот сырный продукт. Есть некоторые виды мороженого, и там прямо на этикетке опять же это заявлено. Мороженое с заменителем молочного жира. То есть это переработанный уже продукт. Да. Ну и встречается масло сливочное, но там производитель реже заявляет добавки немолочных жиров. В этой связи мы вынуждены любой новый продукт из группы масло сливочное сдавать на анализ в лабораторию и выявлять, есть ли там немолочный компонент или он отсутствует. А чем потом заканчивается? Вы всё-таки указываете сами потом, да, замените? Нет, если продукт называется масло сливочное, он не имеет права содержать в себе немолочный компонент. Либо он называется спрэд. Либо он должен называться спрэд. Подождите, вы сказали, что вы сами заказываете экспертизу, а как так? Разве не поставщик вам должен предоставить все бумаги, где всё расписано, указано, подтверждено, печать стоит, проверено? Если это какой-то новый поставщик, мы просим первую экспертизу сделать поставщика и доказать, что у него продукт действительно отвечает своему названию. Но мы сталкивались с ситуациями, когда после первой, второй, третьей, четвёртой поставки начинается не совсем честная игра. О, какие хитрецы. То есть сначала они поставляют качественный продукт, а потом, завоевав доверие, так тихонечко, значит, подсовывают что-то не то. Бывало всякое. Это кировские производители или не кировские? Я не прошу назвать там компанией, но тем не менее. Нет, с кировскими производителями такого не бывало. А та история, что у нас всё-таки вот в магазинах, вы сказали, 95%, да, это молоко настоящее, ну, или молочные продукты настоящие, без заменителей, это связано прежде всего с желанием потребителя? Или это, ну, как бы объективная картина? То есть у нас здесь большое количество производителей, большое количество молока, и нам проще продавать своё и натуральное, чем там завозить что-то чужое и не совсем качественное. Или это спрос потребителей, и люди не хотят брать спрос? Скорее, всё-таки это спрос потребителя. В нашем регионе любовь потребителя к местным производителям особо сильна, и не только в молочной продукции. В этой связи молочная продукция, произведённая в других регионах, пользуется в городе Кирове и в области очень небольшим спросом. В этой связи и такая проблема не настолько актуальна. На самом деле, у меня вопрос Фёдору Васильевичу, вот по то, о чём мы говорили, там, спреды, заменители и так далее, я так понимаю, что Кировский молочный комбинат практически не использует растительные добавки, да, в своей продукции? Или используете всё это? Наконец-то стали разделять эти продукты, и почувствовали ли Вы на себе какую-то отдачу, что продукты Кировского молочного комбината, которые, безусловно, должны быть дороже, да, по сравнению с конкурентами, которые используют растительные заменители, стали пользоваться большим спросом? Ну, такой тенденции мы, к сожалению, не заметили, потому что в последние годы идёт снижение потребления молочных продуктов и у нас в области регионе, в том числе. Вот. Не заметили такой тенденции, к сожалению. Мне ещё интересно, вот сейчас тоже многие производители, помните эту историю с девятию яйцами, начали хитрить, уменьшая объёмы. Да, и приходя в магазин, всегда стараюсь смотреть, там, 0,9 литра молока, вот. А Кировский молочный комбинат, как так получилось, сохраняет всё-таки литровую расфасовку, при этом, понятно, что ценник немножко выше. Но нужно соотносить, да, цену, качество, там, и количество. И количество объёмов. Сколько в этой, 0,8, 0,9 или литр молока, почему вы не пошли по этому пути по уменьшению объёмов на упаковке? Мы считаем, что это не совсем частный путь, потому что продукты выглядят примерно одинаково, то есть, ну, пакет литровый от, там, пакета 0,9, он ничем не отличается. Фактически, ну, отличить можно только, если, прочитав на упаковке, а у некоторых производителей эту информацию очень сложно найти на упаковке. Вот, и мы пошли по другому пути, мы просто указываем, что у нас на всех продуктах честный объём, честный вес. Вот, то есть, мы этим выделяемся. У вас где-то на видном месте на упаковке написано, да, один литр? Один литр, да, честный объём один литр. Потому что те цифры, где 0,9, я, например, видела, они как-то вот стыдливо запрятаны где-нибудь. Любовь Михайловна не даст собрать, что под 0,9 сейчас, наверное, большинство производителей затачивает свои упаковки. Я не могу сказать, что большинство упаковку, 0,9 и литр, да, это, наверное, такое, можно ввести в заблуждение потребителя. Но то, что упаковка, как бы, порционная, тренд такой наблюдается, поэтому, да, рассосовка может быть разная. Что касается 0,9 литра, да, тут смешение понятий может произойти легко. Я хочу добавить вот про коллег, да, очень приятно удивлена, что так наша местная сетка так скрубулёзно подходит к подбору поставщиков и контролирует, и тратится на это, и контролирует. Поэтому очень рада за то, что такие прецеденты есть. Потому что Вятский молочный союз очень борется с этим, но это не победить из одной точки. А если каждый, как бы, владелец магазина будет подходить к этому принципиально, то, мне кажется, это легко решается, если они так будут подбирать своих поставщиков, поэтому это... Я думаю, что это хороший, с точки зрения потребителя тоже, хороший бонус, и если ты уверен в том, что поставщик, там, магазин, в который ты ходишь, не подсунет тебе продукты с пальмовым маслом под видом натуральных... Ну да, если ты уверен в том, что торговая точка, где ты закупаешь продукты для своей семьи, заинтересована в том, чтобы ты купил качественные продукты, да, ты, наверное, станешь постоянным, скажем так, покупателем. Хотя, вот сейчас мы перед началом программы разговаривали с Русланом Ренатовичем, он как раз сказал, что все-таки первое, чем руководствуется потребитель, покупатель, идя в магазин, это там шаговая доступность уже на втором месте, качество продукта и цена. И цена. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу, и через полторы минуты снова в этой студии. Продолжаем программу разворот на бизнес от коровы до прилавка. Какой путь проделывают молоко и молочные продукты, прежде чем окажутся на нашем столе? Мы сейчас, наверное, все-таки чуть более подробно начнем разбирать разные этапы производства молока и продолжим это делать во втором часе. Почему это важно? Потому что есть, ну вот, с одной стороны, мы все понимаем там, да, у нас есть наш молочка кировская, которая известна не только в нашем регионе, но и в соседних, и в Москве, и в Петербурге. Я слышала отзывы, да, люди ищут даже в магазинах, специально покупают. То есть это такой вот, ну, как бы, приятный такой патриотический, такой, не знаю, там, такая история. Ты, Миша, на тех, кто уехал в Москву. Ты первый. Нет, есть люди, которые там живут и которым это пропагандировали в свое время, теперь они уже ходят и ищут это все, да. Это вот одно. А вторая история, это история, связанная с экономикой все-таки, потому что я помню, когда запускалась только программа «Миллион тонн молока» и говорилось о ней тогда широко, тогда говорилось о том, что, ну, это мощный мультипликатор такой, да, обрастающий предприятиями, налогами, рабочими местами, оживляющий экономику, в том числе экономику в районах области, да, и вот к этому мы тоже перейдем. Но у тебя был вопрос какой-то сейчас. Да, у меня был вопрос как раз по вот этому профициту производства молока в области. Вопрос Федору Васильевичу Сураеву, а куда идет тот излишек молока, который на сегодняшний день, который мы не можем переработать на собственных производственных мощностях? И это нормальный процесс или все-таки область, ну, вы еще и как представитель власти, да, там, депутат законодательного собрания тоже думаете о том, чтобы увеличить как раз переработку и поставлять уже там за пределы области конечный продукт? Куда идет, ну, это, конечно же, соседние регионы, это крупные мультинациональные компании, такие как Вимбельдан, Данон, вот, большинство… То есть они… Они сырье берут? Да, они закупают сырье и производят уже на своих производственных площадках готовые продукты, потом распространяют по всей территории России. Уже под своей маркой, под своим брендом? Конечно, конечно. Вот, то есть основная часть, ну, и там, соседние регионы, ну, уже не таким крупным мультинационалам, ну, тоже крупным переработчикам есть у нас там, и компании, которые с производством сухого молока занимаются, там, и цельномолочной продукцией, ну, это вот все соседи наши. То есть не так и далеко. Не так далеко. С вашей точки зрения это правильно, или все-таки нужно отдавать преимущество, там, или обязывать даже крупные вот эти корпорации строить перерабатывающие мощности на территории региона? Может быть, законодательно это невозможно, но какие-то там рычаги влияния административные все равно включать. И надо ли это? Ну, не думаю, что это нужно. У нас все равно, мы живем в единой стране в России, да, единое экономическое пространство, и нельзя там как-то на региональных уровнях все это запрещать. Ну, дело в том, что, конечно, для региона было бы намного лучше, если бы мы большую часть молока перерабатывали здесь. Вот это и рабочие места, и налоговые поступления, и это экономика, и бюджет наш областной. Вот, поэтому, ну, тут, опять же, есть много, так скажем, нюансов, ограничений. Ну, соответственно, область у нас по площади большая, но по населению... Не очень большая. Не очень большая, да, и потребить все молочные продукты, там, из всего молока, которое произведено у нас, просто невозможно. Хотя вот Любовь Михайловна говорит, что мы еще не дотягиваем даже, да, до нормы-то. На первом месте, ну, да, к сожалению, не дотягиваем. Вот, но, соответственно, ну, тут есть несколько путей решений. Можно, допустим, производить продукты, там, сухие молочные продукты, или сыры, или масло, и, ну, продукты с более... Длительным сроком хранения. Длительным сроком хранения, да. Вот, и таким образом выйти из этой ситуации. Но пока, насколько мне известно, таких каких-то крупных инвесторов, желающих зайти, например, в Терресской области, сушили, нет. А есть ли потенциалы роста у существующих производителей, переработчиков, точнее, молока, в частности, у Кировского молочного комбината, или виды на производство, ну, того же сухого молока, на увеличение объемов производства? Я знаю, что линия у вас работает, да? Да, у нас есть два цеха по сушке молока. Вот, одна из них достаточно современная, одна из самых современных в России. И в 2016 году мы ее открыли, вот, но, так скажем, работаем практически, там, на 90%, но она загружена. То есть, это нужно отдельно когда еще строить, но вот на имеющихся, там, территориях, которые у нас, там, в центре города расположены практически, это уже просто невозможно. Именно поэтому вы вынесли ряд производств зоев в Орлов, да? Да, да. Ну, там не то, что мы вынесли, мы там, так скажем, приобрели эти активы, вот, и стали их развивать. Но там тоже есть определенные ограничения, допустим, в Орловском, в Орлове, где вот у нас отделение по производству полутвердых сыров, там нет газа, к сожалению, вот, и поэтому, там, развивать площадку, ну, экономически нецелесообразно. А обещают газ? Нет, нас газ не обещают. Понятно. Вот. Ну, мы думаем о развитии, там, несколько вариантов развития, там, в Зоевском отделении, может быть, будем развивать площадку. Вот, пока это на стадии проекта находится. А я правильно понимаю, что наши производители, ну, переработчики, скажем так, да, молочных продуктов, они не заинтересованы в том, чтобы сюда пришли какие-то крупные вот такие вот транснациональные компании, так называемые, или нет? Ну, потому что они ведь вам мешать будут, если придут. Возможно, будут мешать, но дело в том, что вот эти крупные компании, они производят всё-таки больше стерилизованное, ультрапастеризованное молоко, да? Оно несколько... Неживое уже. Ну, можно и так сказать, да, потому что там температура, при которой все эти процессы проходят, там, в два раза выше, там, порядка 140 градусов, и там, конечно же, вся вот эта вот молочная микрофлора, она, конечно же, погибает, и разрушаются даже некоторые витамины, по-моему, при таких температурах, поэтому о пользе такого продукта, ну, она, конечно, есть, но она не такая, как у пастеризованного пропусти молока. С потребительской точки зрения, она не кислит. Оно долго хранится, да, потом превращается в непонятно что-то. И поэтому все знакомые, с кем мы общаемся, они предпочитают молоко, которое там через три дня уже скисает, но зато есть уверенность, что там остались... Настоящий, да, что его не перегипятили. Ну, вы знаете, вот показатель о том, что молоко скисает через три дня, это не очень хороший показатель, потому что... А все почему-то воспринимают это как показатель вот качества именно продукта, его натуральности. Нет, не совсем это так, на самом деле, потому что вот многие там говорят о том, что наше молоко, вот такие русского молочного комбината, там, делают из порошка, там, ну, много разных... Именно поэтому оно хранится неделю. Да, да, неделю хранится, и потом оно не киснет, а тоже горчить начинает. При производстве молока, если соблюдены все технологии, и сырье было высокого качества, там, в принципе, не должно сохраниться вот микрофлоры, которая потом скисает вот это молоко. То есть, если вы хотите, чтобы ваше молоко скисло, ну, добавьте туда, не знаю, ложечку сметаны или, там, ложку простокваши, тогда оно скиснет, и вы, там, получите вот тот кислый продукт, который, я не знаю, зачем он используется, вот. Я бы не рекомендовал вообще потребителям после выхода с рока годности использовать продукты, вот. Ну, если уж так хочется, то это можно, как бы, этого добиться. А если пастеризованное молоко в холодильнике, там, закрытое, да, через три дня у вас киснет, то это говорит о том, что продукт, наверное, не совсем высокого качества, и, скорее всего, ну, возможно, были какие-то нарушения в технологическом процессе. А с точки зрения, кстати, с точки зрения упаковки, как-то меняются технологии тоже, и продление срока продукта без его ультрапастеризации? Да, да. Да, 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 вопрос, Любовь Николаевна. Федор Васильевич, что поддержать, у нас были изыскания, то есть, мы вот не поддерживаем, среди конкурентов мы не поддерживаем такую идею, что вот черный слой, он что-то там сохраняет, кроме витамина С, незначительного периода времени, он ничего не дает. Ой, простите, пожалуйста, что такое черный слой? Ну, то есть, пленка, как бы, с внутренним слоем, бывает зерая, черная, белая, и мы всегда говорим своему потребителю, надо тратиться, возьмите белую, он также сохранит ваш продукт. И тут зависит не от того, какого цвета пленка, а от того, какая культура производства у вас есть, потому что мы делали изыскания, и сначала мы запасовали пленку одного из молочных производителей нашего давнего клиента, и на второй день уже мы не смогли провести исследование хранимоспособности в пленке в зависимости от цвета. Затем мы сделали еще одного из Тулы привезли в холодильниках, тоже ничего не получилось, то есть, мы искали доказательства о том, что черный слой, все-таки он что-то дает для продукта. Мы это не нашли, потом мы здесь зафасовали в Кирове, 36 килограмм самолетом увезли в этот институт и сделали еще раз одно исследование. Так вот, после всех исследований, и потом Вологодская молочно-хозяйственная академия еще делали, Сухонский молочный завод делал тоже фасовку. То есть, однозначно, все зависит от культуры производства. И когда говорят, что там здорово, что есть фермерские продукты, фермеры никогда не обеспечат такой переработки молока, такой чистоты, как большие промышленные гиганты. То есть, это нужно... Ну, плюс жирность будет все время скакать. Вопрос не в жирности, а вопрос в культуре, в чистоте, в закрытых системах, в сипмойках и так далее. То есть, это именно поэтому фермерское молоко скисает через 2-3 дня? Безусловно. Безусловно. Вот, да, коллега, говорю. Не хочется обижать фермеров, но, видимо, так. Нет, вопрос не в этом. Это тоже выбор каждого потребителя. Вопрос о том, почему не киснет молоко, потому что просто все закрытое, система туда, ничего не попадает. Сохранность как бы лучше. Это же как продукт, в вашем даже холодильнике, если будем говорить, если холодильник чистый, это одна хранимоспособность продукта. Если он как бы не совсем чистый, это другая хранимоспособность продукта. Так же и в производстве молока. Все взаимосвязано. Мы продолжим тему «От коровы до прилавка» после небольшого перерыва в начале следующего часа. Вернемся в эфир с нашими гостями Виктором Михеевым, Федором Сураевым, Русланом Гузаировым и Любовью Гусевой.